денис приветствую тебя привет всем наш традиционный эфир по четвергам обсуждаем рынки технически фундаментально ищем хорошие возможности если находим их обязательно друзья вам рассказываем встреча сегодня перед нон фармами то есть нужно понимать что впереди серьезный фундаментальный триггер скажем так который будет источником полученной волатильности прежде чем перейти к анализу хочется еще раз напомнить вам друзья как важно соблюдать таких условиях традиционные классические правила риск менеджмента помимо кстати данных по нон фарм перл с еще одним испытанием доллара для доллара будет отчет по инфляции на следующей неделе то есть вот эти два столпа на которых отстраивается американская монетарная политика рынок труда и ситуации с инфляцией только после того как мы переживем об этих релизов можно будет на мой взгляд детальнее объективнее наверное уже аргументируя свои решения и точки зрения статистикой порассуждать о перспективах вообще дальнейших движений по американскому доллару я сегодня динис предлагаю обсудить индекс доллара можем посмотреть на главный валютный риск хотя там динамика мы понимаем что очень тесно связано с тем что происходит с долларом и можем затронуть рынок драгоценных металлов в частности золота который тоже сейчас очень интересно именно своей локальной трендовой динамикой ну она вниз потому что укрепляется позиции доллара и я думаю что будет неплохо если мы подсветим опять же наши ожидания тире рыночные возможности как и что можно трейдером и нашим подписчикам использовать здесь сейчас давай начнем с демонстрации экрана с меня индекс долларами как раз открыт так текущие котировки 102.60 очень интересное движение по доллару по сути американской валюты пытается выжить по максимуму из того что есть сейчас на рынке не дожидаясь и нон фарма и данных по инфляции я честно говоря не ожидал что будет такое локальное восходящее движение на мой взгляд было куда больше причин условий сейчас ну как минимум не демонстрировать такую явную а контр трендовую динамику а где-то поболтаться в коридоре пункта может быть и дождаться уже стоящих фундаментальный драйверов таких как нон фарма и инфляция но есть то что есть 102.60 видим сейчас текущей котировки стоит ли менять ну я задам вопрос так стоит ли сейчас отказываться от идеи или ожидания того что американская валюта может уйти к локальным минимумом моя субъективная точка зрения и то что думаю я я пока что не собираюсь делать уже отметил ранее для меня очень показательными будут характер цифры по нон фарма по рынку труда и по отчету по инфляции потому что в конечном счете все что происходит с долларом это разговоры о перспективе повышения процентной ставки если рынок верит то что ставку будут снова повышать один раз например до конца этого года еще плюс к текущему уровню 5 5 процентов то конечно же да на этом фоне доллар будет прям в фаворе пользоваться колоссальным спросом но кто сказал что пресс поднимет процентную ставку все опять же зависит от макроэкономических данных и сам жиром паула на своей пресс-конференции последний на заседании неделю назад дал это на мой взгляд четко понять я почти уверен то что в эту пятницу мы не получим такого сильного отчета например как видели по и дипи да эти показатели и дипи тоже дают оценку рынка труда и нон фарма они коррелируют между собой но ни в коем случае нельзя судить однозначно о том что вышли хорошие дипи и официальные данные могут быть тоже замечательно я думаю что он фармы конечном счете будут примерно такими же как мы их видели в июне и напомню что тогда как раз агрессивные распродажи доллара начались после того как мы увидели слабые данные по нон фарм перлс там прирост был чуть больше двухсот тысяч и слабый отчет по рынку труда тогда и стал причиной за которой трейдеры стали активнее спекулировать на тему того что все довольны с повышением процентной ставки и на следующей неделе кстати четверг у нас будет уже встреча с тобой следующая после данных по инфляции я думаю что встреча будет очень интересная потому что мы как раз сможем с тобой проанализировать и нон фармы и данные по инфляции и от отчета по инфляции я ожидаю что индекс потребительских цен скорее всего покажет новые локальные минимумы уйдет ниже трех процентов база инфляции тоже припадет что соответственно лишит еще одного условия резерва в том чтобы тащить ставку выше 5 5 процентов несмотря на текущий локальный рост я стороне денис по прежнему коротких позиций и думаю что этот разворот может произойти так же быстро как собственно увидели набор ланговых позиций вот в последние дни что касается европейской валюты еще на прошлой неделе на своих брифингах я комментировал что до тех пор пока не прояснится ситуация с долларом европейскую валюту пока лучше не трогать потому что рука не поднимается зашортить я понимаю что эти инструменты индекс доллара евро доллар показывают похожую динамику я честно говоря сейчас сфокусировался больше на индексе доллара потому что считаю что сейчас лучше не залазить два инструмента на время пока не будет более ясной картины относительно будущих действий американского регулятора но на мой взгляд евро конечно же очень сильно на распродали последние дни учитывая что у нас заседание европейского центрального банка которая была тоже неделю назад ЕЦБ повысил ставку и анонсировал повышение еще одно в сентябре и я думаю что это будет не последнее повышение потому что инфляция все еще сильно отстает от целевого ориентира но на евро сейчас целиком и полностью влияет динамика доллара поэтому еще раз отмечу что может быть торговля обоими этими инструментами сейчас очень рискованное предприятие что касается золота текущие котировки 1931 доллар за тройскую умсу я тоже как бы сейчас мне позиции потому что когда изменился рыночный сантимент из-за разворота по доллару опять же было понятно что рынок скорее всего будет дальше двигаться против толпы сейчас очевидно толпа находится в покупках могу прям актуализировать показатели индекс настроений 80 процентов трейдеров сейчас продажах и 20 процентов соответственно в покупках рынок идет против толпы рынок в частности драгоценных металлов реагирует на то что происходит с долларом если растет доллар можно предположить что растут доходности облигации это действительно так десятилетний трежер из вчера превысили 41 процент и знаковый такой момент что столько сколько прибавляют облигации по доходности именно столько же ровно столько же теряет из золота вчера был рост примерно на 2 процента золото просела примерно настолько же до этого во вторник рост был на один процент по облигациям золото тоже потеряла сколько же и в таких условиях тем кто хочет краткосрочно использовать вот локальные возможности я бы рекомендовал золото шортить примерно с целями 1920-1910 долларов за тройскую но я в этих сделках пока участвовать не буду потому что для меня важнее всего доллар и я понимаю что если пятницу то есть завтра но он фармы подведут то американская валюта быстро уйдет на коррекцию из-за этой коррекции последует рост рисковых инструментов и в частности еще и золото чтобы не попасть в просаг опять же здесь нужно принять для себя какую-то точку зрения либо вы сейчас работаете с долларом либо вы оставляете его в покое и проецируете свое внимание на каткосрочных возможностях в виде снижения курса евро и снижения курса золота выбираете для себя то что вам больше по душе и не слово тебе порядок меня уже видно да видно значит несколько слов до рынок нас прошлого раза прокатил на радость на радость нашим любимым хейтером это скажем такое бывает не часто совсем не часто но не без того значит что у нас есть по евро по евро мы по сути прошли практически всю зону хеджа то есть на текущую неделю которая была в районе 109 40 109 60 достаточно сильно было и с точки зрения маржи и опционов сильная поддержка мы ее проходим объема здесь практически не было то есть что самое интересное у нас по сути основное движение вниз последнего сегмента она вообще проходит без объема то есть фактически меня как складывается такое впечатление что крупняка здесь толком и нет на данный момент единственное где был действительно объем это был вот в этой проталкивающей свече вниз то есть проталкивание здесь получили даже не в моменте когда изначально падали потому что здесь вообще объемы были практически на нуле здесь ничего не было они начали появляться только лишь вот в этой свече которая была проталкивающая прямо сейчас находимся в зоне интереса покупателей которые до этого толкали цену то есть в районе 7 июля там чуть позже и прямо сейчас вот у нас и депок предыдущее значение его тоже очень было близко в общем прямо сейчас зона достаточно важно но без появления здесь кульминации при вот таком сильном движении вниз есть ловить абсолютно сейчас нечего с точки зрения опционов здесь у нас вообще такая мощно размазана как помимо картина то есть самые ближайшие счет диапазон это он не особо сильный это будет разве что вот в районе вот этих минимумов вот поэтому ну на данный момент именно контр трендово здесь делать абсолютно нечего это факт да если до этого например я буду средства ждал действительно что она могут сделать заход но не объемов ничего не было свинга не дали никакого верх заходного не цена протолкнула ниже поэтому сейчас я больше склоняюсь вариант что пытается где-то вот в эту область там 108 с копейками дойти потому что принципе глобальная тенденция вверх у нас абсолютно не менялась мы помним о том как проходили предыдущие коррекции то есть у них даже структура была приблизительно такая же то есть промежуточные откаты которые вот здесь вот внутренние были или например вот здесь тоже здесь абсолютно аналогичная ситуация все то же самое сейчас проходит вот поэтому я думаю что да еще пока ниже добьют возможно вот в эту зону хеджа будем еще дальше уточнять потому что здесь разве что можно на полуторную маржиналку обратить внимание плюс опционы плюс локальный уровень а отсюда уже будем смотреть на внутренний отскок вот как раз к трендовое сопротивление и текущему положению контрактного депока вот ну а с текущих пока абсолютно ничего не видно ни кульминации не точечных устах абсолютно пусто по индексу доллара сейчас классная ситуация самом деле уровень до толкали до самой дальней зоны которая у меня лично была первая мысль была что до толкает где-то на 101 50 и отсюда уже смогут откорректироваться по сути откат был но он был очень слабый то есть ну ни о чем реально ни о чем был слабенький откат и сейчас вот текущим движением подошли как раз вот к уровню начала зоны продавцов достаточно важный диапазон и здесь вот нужно понимать одну простую вещь что если цена сможет закрепиться на на уровне где-то вот 103 30 103 25 то это фактически будет перекрытие последнего локального сегмента хоть с достаточно мощным кстати говоря импульсом вниз то в дальнейшем тогда я буду смотреть до движения вниз но без обновления пока что обновление минимум здесь очень даже возможно вот но самая ближайшая цель это в районе 100 с копейками то есть сто с половиной так назовем сто точка пятьдесят то есть вот этот диапазон это область предыдущих локальных поддержек которые себя достаточно хорошо и раньше проявляли потом правда цена и конечно пролетела в обе стороны но так часто бывает если делают перекрытие сегмента и потом в дальнейшем снова сюда же возвращаются поэтому здесь пока еще падение действительно не отменено единственное что могут еще немного повыше пройти потому что какая часть именно вот этой зоны продавцов сработает заранее к сожалению мы не знаем и здесь еще такой важный момент вот кстати он абсолютно по всем валютам дело в том что у нас завтра будет экспирация месячных опционов если месячных опционов то соответственно будут цены возвращать к уровню макс пейн макс пейн у нас месячный давайте посмотрим где он так мечный макс пейн у нас ну кстати не не так далеко от текущей цены в районе 1 0 980 это если брать по евро и там же кстати еще и макс пейн следующего месяца находится так что в принципе могут там немножко откорректировать верхом не не обязательно там идеального уровня экспирировать но где-то плюс-минус вблизи в общем самый интересный момент это вот именно перекрытие сегмента дадут ли нам его поэтому все зависит я думаю что завтра этот момент максимально решится по поводу золото значит золото прямо сейчас находится в ближайшей зоне покупателей но я думаю что его будут будут распиливать я в том что сейчас у нас новый торгуется сентябрьский контракт и объемы они только начали заходить вот более-менее так нормально начали заходить на этой неделе и соответственно пока пока еще крупной торговки нет но при этом у нас есть четкая заготовка красивая заготовка для паттерна перепозиционирования и здесь даже по фактору времени мы вот на данный момент пока красиво четко укладываемся там совсем пятипроцентной погрешности всего лишь поэтому будет очень любопытно как вот эту область будут расторговывать наиболее сильная часть я бы сказал это вот в район тысяча девятьсот тридцать и плюс-минус пять долларов вверх-вниз то есть вот этот диапазон он действительно очень значим и важный зона хэджа здесь буквально вот прямо сейчас вот в данный момент времени цена у нее находится я бы не сказал что это прям какая-то сильная зона судя по по размерности объемов то есть это не не прям мега сильная зона но локальный отскок как минимум отсюда могут дать то есть локальный отскок это имеется ввиду в область хотя бы вращения то есть там тысяча девятьсот пятьдесят пять а вот дальше как раз будем смотреть потому что если паттерн здесь сломают даже вот если по стакану заявок смотреть на цеми то у нас тысяча девятьсот пятьдесят четыре даже если паттерн сломает то после коррекции к середине цена после этого обвалится вниз но здесь вот как раз вот этот момент который нужно выждать именно вот здесь потому что поддержку уже подошли ее сделали а с откатом у нас вот эта область вращения называется ближайшая область вращения то есть тот диапазон который цена видела себе и стала с учетом от этого полного более чем даже на сто процентов перекрытия прошлого сегмента меня немножко настораживает момент для продаж то есть мне не нравится особенность текущей продажи вообще категорически не нравится потому что в любом менте на вот если в районе поддержки она может запросто отскочить вверх вот поэтому здесь самая интересная область будет в районе тысяча девятьсот пятьдесят четыре приблизительно и вот там будем решать потому что по приоритету у нас продолжение роста хотя бы в эту область вот но если здесь появятся продающие серьезные объемы как-то было например на локально вот здесь вот максимуме даже по футпринту размазано из-за того что новые новые объемы на более младших там видно было там по футпринту вверху прям объема на тот момент накидано было вот поэтому сейчас пока лучше подождать либо если даже покупать на коррекцию то очень очень ограниченным риском и основные движения я ожидаю как раз вот по всем абсолютным инструментом завтра самое главное это держать в уме картинку индекса доллара потому что вот этот уровень которому подошла цена это 102 60 он действительно очень очень значим и очень важный на него как раз я больше всего сейчас посмотрю могут там немножко распиливать там вверх не сходить но в целом это очень важный уровень внутри самого диапазона денис спасибо тебе за рекомендации еще раз напомню что развязка уже практически близка но он фармы завтра серьезные испытания для всех для инвесторов спекулянтов трейдер ну конечно же для доллара поэтому обязательно контролируйте риски следите за лечами загрузка депозитов ну и денис на следующей неделе тогда уже после но он фарма данных по инфляции четверг снова обсудим я очень надеюсь то что мы с тобой окажемся правы и те тенденции которые ранее прогнозировались они снова станут прям доминирующими на рынке тебе тогда удачного закрытия этой недели учитывая предстоящий на фарм пирал надеюсь то что этот отчет не испортит тебе настроение и мне тоже поэтому удастся еще и хорошо выходные провести спасибо тебе за то что подключился в наше время и до скорых встреч до следующая встреча была уже у нас с отработкой ну говорится будем жить посмотрим хорошего окончания недели и до скорых выходных пока диме пока диме пока диме